всем привет из красной поляны с вами гринни вы на канале крипто комменс и как всегда сегодня конечно же поговорим про крипту смотрим на графике но для начала я хочу напомнить нужно почаще отрываться все эти суеты непосредственно от графиков от этого интродэя потому что вы же понимаете что большинство людей теряет на этом рынке процентов 90 реально теряет на этом рынке и как они теряют естественно суетясь и продавая внизу покупая наверху поэтому об этом мы сегодня и поговорим как раз и нам надо быть с вами не такими как все понимаете да чтобы зарабатывать на этом рынке нужно переть против толпы когда все орут все медвежий рынок внизу продаем надо покупать не бояться когда все орут что все рынок бычек никогда уже мы не опустимся ниже надо частично разгружаться и это на самом деле не так просто все это в теории очень легко а на практике очень сложно так делать поэтому давайте вместе с вами этому продолжать учиться совершенствовать это мастерство все делают ошибки иногда у всех бывают убыточные сделки это нормально ничего здесь такого нету но главное чтобы ваша прибыль была больше чем ваши убытки и тогда все будет ништяк мы погнали график давайте посмотрим что с рынком вот мы обновили страницу coin market cap и видим что все зеленое как собственно и ожидалось и ребята это можно сказать сенсация но у нас появилась первая нижняя точка на параболик сар на трехдневном таймфрейме хайка наши кто следит за нашим телеграммом то мы там делали пост вот про то что на двухдневном таймфрейме параболик сар уже показал белую точку и вот она вторая белая . что является очень сильным индикатором смены тренда как вы можете видеть но также здесь бывают вот такие вот лаги на двухдневном и на дневном но на трехдневном и на недельном посмотрите как точно отрабатывал этот сигнал до вверх-вниз вверх-вниз вниз ну вот здесь был лак небольшой до вверх-вверх посмотрите как точно вот поэтому сейчас это очень хороший знак спасибо кевину свэнсону который сделал наводку на этот момент своем видосе мы теперь тоже за ним следим кто спрашивал как найти этот индикатор это очень распространенный индикатор называется параболик сар трейдинг view вы вбиваете параболик сар вот он он действительно круто держит тренд и показывает тренд то есть бывают конечно моменты вот такие вот когда он будет вам показывать точки сверху и снизу но в итоге когда пойдет тренд он будет вам показывать точно до куда идет этот тренд до момента разворота вот таким вот образом теперь давайте про картину в целом поговорим но буквально в двух словах все точно так же как мы и ожидали dash посмотрите идет четко по сценарию который я вам отрисовал из этого падающего клина первая цель вот здесь вот где-то на 250 конечно же дисклеймер ребята потому что вы только сами отвечаете за свои действия и все может произойти по другому и пойти вот так ну в общем да но если вы верите в дэш а я верю именно в дэш то есть у меня не спекулятивная позиция по нему а скорее ходлерская то для меня это даже не цель для меня цели там вы знаете гораздо выше вот будет 500 долларов цель предыдущий локальный хай и потом его исторический all-time high это 1500 и куда-то выше то есть у меня эта сделка такая инвесторская больше ну на фьючах конечно я буду плавно закрывать скальп то есть плавная разгрузка никогда не помешает вот такая там по 5 10 процентов от позы потому что потом мы можем вернуться вниз на какой-нибудь ретест и вот тут будет не глупо догрузиться опять правильно так что как-то так по биточку тоже посмотрите он точно пошел по сценарию ну разве что сделал небольшой зигзаг здесь но тем не менее мы все еще идем наверх я думаю что как минимум вот сюда на куда-нибудь уровень 57 на ретест предыдущего сопротивления и закрепление на нем как на поддержке и уже дальше куда-то выше потому что глобально ребят я же вам говорил и продолжаю говорить картина очень быча рисуется и все те кто этого не понимают они просто скорее всего недавно в рынке все те кто сравнивают вот эту вершину с семнадцатым годом это неправильно сравнивать потому что посмотрите у нас была вот эта вторая вершина гораздо ниже чем первая то есть это уже был медвежий рынок то есть если бы мы здесь сделали вот так тогда да но мы то сделали перехай понимаете и это бычая картина плюс еще я вам говорю у нас посмотрите сами у нас вот это все весь предыдущий price action не стал прямой линии смотрите как всегда было раньше до этого он становился прямой линии то есть вот тут был такой же лютый price action его становилось даже не видно то есть мы сейчас где-то вот здесь потому что мы все еще видим предыдущий пик и мы сейчас где-то вот здесь с вами даже когда мы на уровне 70 и думаем что это уже high вот у нас потом происходит медвежья коррекция а дальше посмотрите что происходит опа и мы улетаем еще на 5 иксов вот как происходят баураны кто этого не понимает посмотрите видео про цикла биткоина которая выпустил не так давно несколько дней назад там подробно все это рассказываю каким на мой взгляд будет этот цикл потому что в логарифме посмотрите от вот трезво оцените ситуацию в логарифме мы все еще в центре этого канала то есть мы уже не в накоплении где мы были до весь 19 и 20 год как и были вот здесь весь 15 и 16 год как и были вот здесь вот весь двенадцатый начало тринадцатого но мы и не на пике посмотрите как мы были вот здесь вот в конце тринадцатого и вот здесь в конце 17 да сейчас конец 20 какого там 21 года мы еще не на пике то есть пик у нас будет по ходу в двадцать втором понимаете и как мы туда дойдем это уже менее скажем так важно важно что мы туда дойдем по-любому по закону равновесия по закону притяжения и по правилу дурака которая работает на рынке понимаете дурак он всегда что делает он не дожидается дурак он вот здесь вот дашь скинул внизу, понимаете, или биток, да, там, что вам нравится, биток. Дурак он здесь биток скинул, который вот тут покупал, понимаете, по 69 он купил, а потом биток упал на 40, сколько, на 44, и он здесь продал, и все говорили, о, биток упал с 70 на 40, все, пора шортить. Ну, это бред, так рынки не работают, рынки работают вот так вот, поэтому, друзья, все будет зашибись, на бирже Femex я держу свой лонг, также держу свой лонг по золоту, который сожрал фандинга уже, блин, больше, чем 1000 долларов за пару недель, но до этого я забирал часть прибыли, просто у меня здесь большое плечо, 15-е. Золото тоже показывает рост, отскакивает, и глобально золото переписывает свою АТХ-шечку в 2 с чем-то 1000 долларов, так что вот, take profit и расставлены, плавная разгрузка, и золото, серебро, to the moon. На бирже Femex можете делать это абсолютно замечательно, так же, как и на Bybit, и на Binance Futures, даже удобнее во многом, посмотрите обзор функции bracket orders, уникальные функции этой биржи, вот, и так же они стали запускать, кстати, IDO-шечки сейчас, всякие IDO-шечки, и давайте посмотрим, что с нашей командой, мы же принимаем участие в Trade Arena, которая сейчас идет, и, воу, воу, ребята, у нас 43% ROI, мы на 15-м месте, да, и я индивидуально тоже на 26-м месте, круто, ребята, всем респект, команда CryptoCommons, вот они, мы на 15-м месте, слушайте, за это надо поднять бокальчик апельсинового сока, вот, ну и короче, что тут, я не знаю, какой тут теханализ сделать, ребят, индекс страха и жадности восстанавливается, скоро он перейдет в жадность, в жадности он будет в какое-то время флетить, но там надо будет частично разгружать наши позиции, понимаете же сами, частично выходить из хороших сделок, то есть, если вы торгуете с плечом спекулятивно, то надо не бояться расставаться со своей позицией, понимаете, вот, мы тут с вами набирали, набирали в этом канале, сейчас он отскочит, все, что вы здесь плечом набрали внизу, все это надо разгрузить здесь, и дальше уже сидеть, грубо говоря, на споте, один к одному, даже если он полетит, не надо пытаться, все вот, кто мифически думает, что они вот здесь возьмут двадцатое плечо, и вот досюда досидят, и заработают миллион долларов с тысячи, это бред, так не бывает, можно, конечно, я вам рисовал, вот, take profit по дашу, смотрите, у меня 150 контрактов поза, например, если я по 10 тысяч долларов закрою эту сделку, куда дашь может легко долететь, то я заработаю полтора миллиона долларов, имея в обеспечении несколько тысяч долларов, понимаете, но так не бывает, меня скорее бинанс сделку закроет, даже вот, если я по 7 тысяч долларов за дашу закроюсь, я заработаю миллион долларов, но это, конечно же, шутки, слушайте, так не бывает, если вдруг так будет, это будет просто чудо, а пока надо понимать, что надо частично разгружаться, то есть даже по дашу спекулятивно, несмотря на то, что я буду его ходить до четырехзначных значений, я спекулятивно плечи начну скидывать уже вот здесь, по 300, по 400, по 500 и по 600, по чуть-чуть, понимаете, это очень-очень важно, никогда об этом не забывайте, и тогда в принципе вам особо, никакие сигналы, никакой теханализ, конечно, нужен будет, но вы сами его сможете делать, вы поймите, что это все фуфло, все, что вам втюхивают, там, точки входа, там, это пойдет точно туда, там, это полный бред вообще и фуфел, все, что вам надо знать, это то, что вы вот здесь покупаете и вот здесь продаете, и вы не можете сделать это идеально вот так, вы все равно покупаете потихонечку вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вы же не знаете, и вот здесь у вас стоит ведро, вдруг нальют, и также вы потихонечку продаете и вот здесь, и вот здесь, и вот здесь, и вот здесь, понимаете, и вот здесь, и вот там. И тогда у вас как бы среднее, куда бы цена ни пошла, здесь вы снова покупаете. Вот я тут снова покупал. Вот здесь вы снова покупаете, там вы снова продаете. И все, тогда у вас как бы есть средняя, да? Есть цена и есть среднее отклонение от нее. Если вы посмотрите на какую-нибудь ту же сетку EMA Ribbon, то вот по ней видно на дневке, что ниже нее надо покупать, а выше нее надо продавать. Вот так можете торговать. Выше продавать, ниже покупать. Но учитывайте, что мы в бытчем тренде, поэтому приоритет наверх все-таки. То есть вы в какой-то момент, если выше продали, оно может улететь еще выше. А если вы ниже купили, то вообще все. Замечательно. Ну и дожидаться. Нужно, конечно, дожидаться этих моментов. Вот. И вы будете в плюсе, ребят. Не жадничайте. Забирайте прибыль с рынка. Прогнозы все те же остаются. Биток на шестизначные значения. Кефир на пятизначные значения. Дэш... Ну, мой прогноз тоже на пятизначные. Вы смотрите сами. Он сейчас просто неприлично дешево стоит, поэтому все его хейтят. А так, я думаю, все окей. Дот. Еще могу сказать, что по доту очень сильный сигнал произошел. Буквально вчера. Это... Да? И Parabolic SAR точка. Посмотрите. И мы отбились от нижней границы канала. Причем дот к биткоину тоже. Посмотрите. Мы прямо внизу канала. И сейчас пойдем наверх. И на четырехчасовике у нас желтая точка на сайфере. Но вот у меня она почему-то здесь зеленая. Но она на самом деле желтая. Очень сильный сигнал. Заходной по доту. Вот. Так что дот, атом, все вот эти вот такие средние новые монеты, парачейн и все дела. Атом уже полетел вон. Нормально смотрится. Так что аккуратненько с риск-менеджментом, со стопами в небольшом плече можно спокойно все это дело отланговывать. Вот. Кто переживал там за мой этот полезную ножа кросс-марджин, вот он уже отскочил. Посмотрите. На 15 тысяч долларов за неделю. На 0.23 BTC. И вот такой портфель. Кому интересно. Это дисклеймер. Не финансовый совет. Это третье плечо. Это опасненько. Понятненько. Но вот в таком соотношении здесь лежит Dash, Litecoin, Bitcash, Atom, ATC, XRP, Dot, Tron, Stellar, OneInch, K, Craven, Ethereum, Anthology. Ну это вообще так. Но это не все, естественно. Я торгую на разных биржах. Ссылки на все биржи вы найдете в описании. Bybit, Femex, Poloniex. Замечательные площадки. Так что да. На Bybit тоже лонги держу. Dash, Bitcoin. Так что вот такие вот какие-то дела. С вами был Гриня, он уже Ла-ла-ла. Это канал Крипты Комменты. Спасибо, что смотрите, лайкайте, подписывайтесь, если вы у нас новенький. Я вот, например, вчера вообще не смотрел на графики, когда все тузымунило. И даже видео не выпустил. Я вчера поехал катать на сноуборде. На вот эти вот горы. И ни о чем не жалею, потому что я спустился, отдохнул, посмотрел, а там тузымун. Вообще клево. Понимаете? А если бы переторговывал, уже бы, наверное, рано вышел, перезашел бы, там, поймал стопа, еще что-нибудь. Поэтому главное не влетайте во всякие щитки, которые на хаях сейчас перехайпленные, всякие гейминговые, там, кроссчейновые и прочие темы. Это все будет тузыдно на минус 99%, как обычно и бывает. Присмотритесь лучше к старым стопудовым монетам, которые все хоронят сейчас. Лайткоин, Дэш. Просто многие так же хоронили и Доджкоин, и тот же Эфир Классик, и Кардана. И вон оно все как летит. Поэтому, слушайте, Дэш еще не полетел. Это просто вам инсайд. Всех с наступающими праздниками. Всем добра, тепла и профитролей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok